и физических лиц. Мнение и ближайшие планы инициативная группа узнала Алина Черненко. Сказано было так, все работают, все стараются, но, к сожалению, обрадовать вас лишь. Андрей Галицких рассказывает участникам инициативной группы, как прошел круглый стол с вице-губернатором Степаненко. Закон об обязательной установке системы Эроглонас на возземной иномарке с пробегом поднял волну негодования среди автодилеров, брокеров и физических лиц. Но эта волна разбилась о рифе нежелания властей услышать владельцев машин. Сегодня на авторынке «Зеленый угол» активисты решали, как быть дальше, ведь даже в митинге им отказано. Причина – празднование Дня моряка-подводника. Линия я, 19-го, пойду в час дня к Ленину. Правильно, все трудно. Плакаты, не плакаты, каждый для себя решает сам. Еще одна причина отказа, по мнению активистов, может заключаться в том, что документы на организацию митинга подавали представители парки КПРФ. В отличие от них, автомобилисты не преследуют политических целей, а хотят вернуть обратно свою работу, так как сейчас автодилеры несут колоссальные убытки. На данном этапе нужно делать сначала пикет, для того, чтобы заявить о себе, потому что нас уже задавили хорошими новостями. Все люди думают о том, что проблема решена, и сюда едут кнопки, и все будет их ставить. В самом деле, все обстоит совершенно по-другому. Кнопки едут, а юридический вопрос не решен. Накануне участники инициативной группы составили обращение к президенту, к премьер-министру, губернатору, полпреду и транспортному прокурору. Общий смысл изложенного на бумаге таков, что до сих пор нет ни законодательной базы, ни технической. Поэтому люди просят вести мораторий на установку.